Всем доброго времени суток, дорогие и любимые мои подписчики, зрители, ну а также гости моего канала, кто впервые зашел к нам на огонек. У нас очень теплая тут дружественная атмосфера, усаживайтесь поудобнее и начинайте смотреть мои очередные будни. Сегодня у нас последний день июля, 31 июля, воскресенье. Я только что закончила, нет, ну не только что, а утром закончила вам снимать заключительный кадр предыдущих будней, которые у меня растянулись практически на 100 июль. Вышивая сейчас мало, канал у меня обо всем, не только о вышивке, но и о жизни. Такой больше, наверное, влоговый канал, в котором немножко присутствует вышивка. Лето, вышивается мало, хочется больше быть на улице, хочется больше быть на природе, то есть если в будни я работаю, то суббота, воскресенье стараюсь либо уехать к сестре на дачу, либо вот у нас тут дни рождения, мы все практически летние, июньские, июльские. Вот в августе еще нам предстоит три дня рождения. Это у моей сестренки Маши будет вот 4 августа буквально вот-вот. Потом 6 августа в субботу будет у нашей любимой Машуни невестки, все у нас там Маши и Паши. Потом у меня в конце августа у меня будет у отчима день рождения, у мужа день рождения, он у нас такой август завершает. Ну и вообще вся вот эта плеяда наших дней рождения, которая началась с первого буквально июня, даже можно сказать с конца мая. В конце мая у нас там у тети, у брата, у двоюродного, потом первого у моей мамы, потом 13-го у меня. И вот так вот все катится-катится. В июле у нас была у бабушки, но бабушки уже нет. Потом у Паши, потом у моей двоюродной сестры, у Марины, с которой мы тоже вместе работаем. И вот потом сейчас вот этот заключитель на август. И все это завершается 6 сентября. В начале сентября будет день рождения у Вари. Такой небольшой юбилей, 10 лет ей исполнится. И вот поэтому обычно летние месяцы плюс отпуска, то самой отпуск хочется отдохнуть, то отпуска на работе. Вот сейчас на работе у старшей девушки, у ведущего специалиста отпуска, неделю я ее замещала. Мне вообще не было, было не до вышивки. Поэтому и нас народу меньше, по 2 человека. У нас в отделе 8 человек, и сразу по 2 человека уходят в отпуск, чтобы всем успеть прогулять. Ну, я думаю, это у всех так. Вот я посмотрела как-то тут прямой эфир НС, она сказала, что она вообще летом практически не вышивает. Прошлым летом точно не вышивала. Я стараюсь понемножечку, потому что хочется и маяк закончить, и еще какие-то летние вышивки продвинуть. Но получается очень плохо. Если вы смотрели мои буквально предыдущие будни, которые сейчас я монтирую, то вы видели, что вот июль месяц у меня самый низкий показатель из всех месяцев, которые вот в этом году уже прошли. Ну что, это моя цветущая поляна, мой сад-огород, ну не сад-огород, мой цветник, так скажем. Вьюн-ки у меня тоже вьюн цветет, правда, надо утром снимать, потому что утром открыты все эти цветочки. А уже к обеду они закрываются, цветают, всего один день цветочек держится, завтра откроются другие. Но в понедельник и в будни как-то утром некогда снимать, бегом-бегом на работу, поэтому, когда я вам снимаю вечером, то уже вот никаких цветочков нету, только одни уже закрытые бутончики. Что еще, что еще? Ну, сегодня воскресенье, так как вчера в субботу мы были, я была, одна была у Маши на даче, потому что Дима по выходным у детей, там ремонт как бы близится к завершению, им хочется быстрее переехать, они сейчас как раз в отпуске, поэтому они там пытаются быстрее за время отпуска побольше сделать, и, может быть, что-то, какую-то часть уже перевезти, переехать побыстрее, чтобы. Вот. Дома у нас тоже тут бедлам, потому что вот тут у нас собирается шкаф для обуви в коридор, в коридоре там собирается книжный шкаф, продолжается. Дима не успевает тоже, приходит домой он около восьми вечера, у нас сильно стучать после восьми уже нельзя, что может он собирает, что не может. Вот. Вот. В пятницу буквально бегом прибежал пораньше, чтобы успеть. Алисенька ловит какую-то сикарашку. Давай-давай-давай, лови ее, Алиса. Ты вот когтями, понимаешь, она сетку пытается тут вот их за сеткой ловить, и вот когтями продрала тут дырочки. А теперь в эти дырочки, да, и теперь в эти дырочки непонятно, кто забегает. Да, а теперь ты ловишь, да? Ах ты мой охотник и хищница. Лови теперь, лови. Вот. Поэтому Дима в пятницу буквально забежал пол восьмого, и у него было полчаса, чтобы хотя бы этот шкаф присверлить к стене, потому что дальше надо устанавливать полки, а он не присверлен к стене. Понятно, что он до потолка узкий, и без крепежа к стене, ну, никак не обойдется, надо обязательно было его прикрепить. Ну, слава богу, успел прикрепил, присверлил. Поэтому в коридоре даже показывать, у меня там все и старый шкаф, и новый шкаф, все это не пройти, не проехать. У Вари в комнате тоже бедлан, я думаю, в прошлый будник вы видели, все так даже сильно не приберешься. Коршун опять кружит. У нас тут постоянно коршуны кружат, потому что там частный сектор, и, естественно, у людей цыплята, и мышки бегают, поэтому они тут постоянно, охотники такие охотятся. Вот он тут опять круги нарезает, видите. Очень много их. Ну, может, это не коршун, может, это ястребы какие-то. Я как-то вдалеке не сильно разбираюсь. Если бы мне его близко показали, я бы знала, кто это. А так, вот видите, сразу голуби начинают, стрижи начинают волноваться, сразу все, когда малыши, все сразу птицы чирикают, пищат, и летят быстрее в свои гнезда, как только завидят такого хищника. Ну, а леса тут тоже ловит. Тоже хищник. Вот. Что у нас еще? Ну, вот сегодня я с утра, так как вчера была на даче, не убиралась, обычно по субботам их делаю, пришлось сегодня воскресенье делать. Вчера я была на даче, потом приехала, перерабатывала то, что привезла. Надо было все что-то сразу, ягоду переработать, что-то разобрать. И еще плюс я такой борщ сварила из свеженьких всего своего, то есть то, что Маша нам дала, выделила. Капуста своя, свекла своя, морковь своя, все свежее, картошку подкопали своя. Вот она, Алиса, внизу. Вот, картошка своя, все свое. Лук тоже свой подкопали чуть-чуть. Алиса, ты только ее не жри. Зачем она тебе? Все съела? Или куда ты ее делала? А, нет. Я-то и паялась, что она ее съест, она эту сикарашку. Ну, нет, она с ней играет. Да вот она, ее вот сюда. Какая-то с крылышками, не знаю. Вот, поэтому тоже пока варила, пока ягоду перерабатывала. И пришлось убираться сегодня. Вот сегодня закончила вам видео, монтировала его, поставила сейчас обрабатываться. Потом убиралась, естественно, мыла полы. Потом лечила хомяка, потому что у нас лечение у орешки продолжается. Алиса, она вот сюда улетела. Вот она она. Алиса, Алиса, вот ты глупая. Вот она, смотри, куда улетела. Вот она. Ну, ладно. Вот, слушайте, отвлекаюсь. Ничего, у меня вступление уже почти на 10 минут. Ну, это я так вам вкратце. Предисловие прошедших серий. Вот, продолжается у нас лечение орешки хомяка нашего. Слава Богу, вроде идет она на поправку. Лысая часть стала обрастать шерстью. Мне приходится она так же... Это же не ребенок, ей не даже не скажешь, открою ротик, это лекарство дам. Приходится мне брать ее в руки, зажимать в рот, ей запихивать это лекарство жидкое. Ну, так и сказали. Она пищит, не дается. Поросенок такой. Хотя уже у нее как бы не болит, так как раньше она не пищит. Раньше она даже пищала, если просто по клетке бегала и задевала больное место, вот это обрезлое. И там у нее воспаление пошло, уже натерла она наполнитель. То она пищала, видимо, больно или чесалась сильно, она пищала. Ну, сейчас мало того, что капли зодок отдаем ей, ну, чтобы у нее не чесалось. И плюс еще вот лекарство от воспаления, это приходится в руки ее брать. А так как к ветеринару ходили, та ее мучила, долго в руках теребила. В общем, она в руки не дается сейчас. Засранка такая пищит. Приходится, и этот все летает тут. Приходится, да, насильно ей пихать лекарства. И в водичку мы даем, и клетку обрабатываем, и саму обрабатываем. В общем, девочки, у меня то одно, то другое. То Варю лечу, то живность нашу. Ну, а что, они же тоже мои практически детки. Их тоже жалко. Вот одна Алиса у нас тут сырится и пырится, да, Алиса? Плохо ее тут видно на цвет. Все, сейчас 5 часов. Мне сейчас еще надо сбегать в магазин, потому что впереди рабочая неделя. Надо продуктами затариться. По вечерам некогда сильно заходить. Нет, я вам рассказываю и постоянно стучу кольцом по подоконнику. Вот, поэтому еще сейчас сбегать в магазин. Ну, и потом уже можно повышевать. Все в квартире чисто, все накормлены, лекарством напоены. Да, Алисенька? Видео пока обрабатывается, это будет долго. Можно и повышевать. И как раз покажу, что я планирую вышивать на этих буднях. Хотя, там ничего не меняется. Все будет то же самое, как всегда. Да? Алиска такая стала. Ну, конечно, носится, все равно как угорелая, но такая она стала. Я сажусь, она лезет под руку, чтобы я ее чесала. Ну, вчит постоянно. Да, Алис? Доброе слово и кошке приятно. Все, побежала в магазин. Алиса, она опять ест твою еду. Да, Буся? Ты съела Алисину еду опять? Чуть не неспокойнее. Видишь, мы какие цветочки вчера с вашей дачи привезли. Ой, с дачи нашей. Ага. Солнышко какое, да. Что такое, Алисенька? Что такое? Гости к нам пришли. Да? Гости к нам пришли. Гости к нам пришли. Буся, Буся. Девочка, Бусенька, девочка. Хорошая девочка. Чистенькая, потому что на дачу не ездит. На дачу как свинюха, да, Буся? На дачу как свинюха. Она еще грязная. Она уже обтерлась. У меня нет ничего. Нет, у меня это сопло у Алисы. Он. Не надо. Жарко. Давай водички тебе налью. Я ничего не даду, кроме вода. Буся, отойди. Ну, очень даже. Водичка тоже идет на ура. Ну, в гости, да. И Алиса такая смотрит. И Алиса такая смотрит. В уголок забилось. Петный ребенок в уголок забился. И так, с чего начинаются эти мои будни? Хочу показать все процессы, которые я планирую вышивать на этих буднях. Ну, это, конечно, в первую очередь мой маяк, который выглядит сейчас вот таким образом. И тут осталось совсем всего ничего. Вот этот уголок закончить. Тут где-то 2500 крестиков приблизительно. Может быть, немножко поменьше. Так, да, меньше же. Чего я говорю-то? На конец тех будней я говорила 2350? 5? Ну, чуть-чуть повышевала, не засняла вам. Ну, буквально немножко. Это, во-первых. Во-вторых, обязательно буду продолжать своего павлина. Вернее, своих павлинов, ну, курочку вышивать. Вот так она сейчас выглядит. На самом деле она светит не так сильно. Но вот так камера передает. Будет у меня вышиваться моя курочка. Ну, и третий мой процесс. Это моя елочка, которую тоже я планирую. Осталась звезда. Мне надо вышить вот тут только звезду и расшить эту сторону бисером. И приступать ко второй стороне. Вторую сторону я буду вышивать также на работе, перед работой, ниточками. Бисер просто неудобно на работе пришивать, поэтому я елочку принесла домой. Звезду закончу, бисером тут все вышью, покажу вам. Вот я думаю, что как раз на этих буднях этого мне достаточно для елочки. А уже вторую часть начну опять на работе. Отнесу туда и нитками буду вышивать саму елочку. Так что вот это нас ждет и предстоит на этих буднях. Не знаю, насколько мне получится сделать финиш у маяка. Я думаю, что, наверное, еще я не успею в этих буднях сделать финиш. Но кто его знает, вдруг как сейчас пойдет, пойдет у меня. Кстати, тут убежал у меня Павлин. Улетел. Что хотела сказать у меня на маяке. Вот здесь вот, сейчас придвину поближе. Вот здесь вот одним цветом вышивается. И он у меня закончился. Вообще. 38-65. Каких-то ниток еще много, хотя осталось чуть-чуть. И даже есть очень большой запас. Некоторые мотки даже не начаты. Не знаю, как так просчитывалось в программе. Почему я по программе покупала, как мне было заявлено. Даже не по программе, а по схеме в PDF, как заявлено было у Алены. Так я и покупала. Ну вот у меня какие-то уже заканчиваются. Вот эти вот, в частности, эти закончились. Еще какой-то цвет. И я на этом остановилась. Пришлось мне лезть из моих запасов. Доставать 38-65. Это нитки DMC. А здесь у меня рассаж. Ну что, ладно. Будем в небо дальше. А тут очень многое вышивается. Тем цветом одним. Ну будем вышивать теперь DMC. Я вот не знаю, переживаю. Насколько они, мне кажется, они потоньше. А может и потолще, чем нитки рассаж. Ну, как получится. Все, я приступаю к вышивке. И чем закончится, сколько у меня получится на этих будниках повышивать, увидим с вами в конце этого видео. Мама. Тут пришел ребенок. И Бубу. А ты капаешь орешку? Капаешь орешку. Видите, какие наши кусочки. Джинсы. Вот вчера пошла гулять в джинсах. Говорит, мама, мне туго. Они у меня в ногах. В этих. Ну, что ты? В ляхах. Видите, как она выросилась. В бедрах малые. Все, хорошо. Пошло дело на поправку. У нас уже и таблеток почти нету. Такая одна капсу. У меня раньше была пора. Все. При таблетке еще. Иди, иди. И начни. Больше у меня нет. Я свободен. Все, иди. Кстати, о таблетках. Мне тут под прошлыми буднями написали, я не знаю, это в укор или это просто вопрос, или что. Потому что Алисина вкусняшки не хватает. То есть, кто не знает, кто не обращал внимания, у меня всегда под видео внизу в инфобоксе стоит моя карта, сберкарта, и там написано Варюшкино творчество, Алисе на вкусняшки. И вот мне как-то так задали этот вопрос. Дело не в том, что не хватает Алисе на вкусняшки. Ну, на вкусняшки действительно Алисе не хватает. Вы же учитывайте, что, ну, во-первых, мы сейчас работаем блогеры бесплатно, да, Ютуб нам сейчас не платит ничего. А эти расходы у нас, вы же учитывайте, что у нас сейчас очень большая статья расходов идет на мое и на вареное лечение. Это очень большие деньги. То есть, вот таблетки, которые я пью длительно и постоянно, на всю жизнь мне выписали, они стоят одни полторы тысячи, другие 600-800, ну, 700 рублей примерно, 680 с чем-то. Вот, это те таблетки, которые мне постоянно, надо каждый день пить, и они пожизненные. Плюс еще раз в полгода укол, который 15 тысяч стоит. Ну, это ладно, укол там поставили, и пока до декабря я забыла про него. Вареные лекарства тоже. Мы практически все закончили, у нас остались одни-единственные таблетки, которые нам тоже пить длительно и постоянно, до тех пор, пока мы через год, ну, уже не год, уже поменьше, я опять не ляжу, в больницу нас обследуют, и нам либо отменят их, либо скажут продолжать дальше. Они стоят вообще, они стоят, смотря какую дозировку я покупать, ну, если они меньше дозировку покупают, то они стоят тысяча, тысяча, двести, там, тысяча, триста, но нам их хватает всего на 10 дней. Если купить упаковку побольше, и стоит дозировка, которая нам надо, то они стоят и две, и три тысячи, это потому что в таблетках, хотя нам выписали в гранулах, но упаковка с гранулами стоит 8 тысяч. Мы не можем так, если деньги позволить. Поэтому сарказм, это не сарказм, там не хватает Алиси, да, Алиси на вкусняшки не хватает, потому что здесь уже бюджет, при распределении бюджета идет приоритет на наше здоровье, на то, что нам жизненно необходимо, это лекарство. Плюс еще тут Дима начал хворать, он тоже сейчас его обследует, он прошел аллерголога, эндокринолога, ему сейчас надо гастроэнтеролога, то есть не могут найти причину его болячка. И вот с апреля месяца его обследуют со всех сторон, и пока не могут найти причину, то есть временно там местно помогают, лечат, там мази, уколы, чтобы снять вот и болевой синдром, и все, но причину найти не могут. Вот, поэтому, да, не знаю, вот так получается. У кого на что деньги тратятся, у нас в семье сейчас пока на лекарства. Тут ореха, он заболел, а какой-то маленький хомячок, и то мы отдали 1600 за прием у ветеринара, плюс лекарства, и тоже вот на такую синенькую вот эту шмакодявочку тоже 2000 потратили. Ну а как? Она же практически член семьи, ее же никуда не выбросишь, не выкинешь, лечить-то надо, животинка же маялась, мучилась. Сейчас уже поправляется, сейчас уже я сегодня внимательно посмотрела, уже шерстка стала обрастать у нее на этих голеньких местах, так что тоже все хорошо. Все, про болячки опять забыли, поговорили, про финансы, я надеюсь, я объяснила, поэтому я никого не прошу, никого не заставляю, но если у кого-то есть такое желание помочь блогеру, поддержать или отблагодарить за видео, то пожалуйста, моя карта всегда внизу. Никто не хочет, я ни на кого не бежать, я понимаю, что сейчас тяжелая у всех ситуация, и кому-то еще хуже нас живется, поэтому это только усмотрение моих любимых зрителей-подписчиков. Надеюсь, больше вопросов про мои финансы в комментариях у меня не будет. А теперь я приступаю к вышивке. Сегодня у нас уже среда, 3 августа, и сегодня я закончила полностью вышивать все крестики, полукрестики на елочке. Вот такая красотка получилась. Даже я сделала вот бэк, здесь темно-коричневым цветом делается бэк, как бы выделяется снег, который лежит на веточках у елки. Осталось мне здесь пришить бусины и бисер, и сделать такую гирлянду, она вышивается желтыми нитками просто, но я хочу эту гирлянду, посмотрю, что у меня есть в запасах, и вышить какими-нибудь золотистыми нитками, золотистыми, или может быть каким-то креником сверкающим, ну, чтобы это было по-наряднее, по-праздничнее. Так что, ну, сегодня уже все, вечер поздний, а завтра, наверное, я займусь украшательством этой половинки елочки, и она у меня будет готова. А вторую половинку я заберу на работу, и буду там потихоньку, также перед работой по одной-две ниточки вышивать. Так, глядишь, и к Новому году вышится, полностью елочка соберется. Ну, все, это все, что я сегодня вечером делала. Вот. Варюшка там, может быть, слышите, она там, арбуз, чавкает так прям смачненько, хлебает, сербает. Вкусно? Папа нам арбуз принес. Он такой сладкий, но косточки еще светлые. А мама, он сильно спелый, но он уже сладкий. А если бы был спелый, то очень был сладкий. Вообще был бы сахарный, но он и так уже такой вкусный, да. Алиса отдыхает. Ну, и мы сейчас тоже пойдем отдыхать. На улице уже темно, время 11 часов, пора спать. Так, сегодня я приступила к выполнению, ну, пришиванию бисера и вот этой гирлянды. По схеме должно вышиваться обыкновенными желтыми нитками. Вот так оно должно выглядеть. Причем, почему, почему, ну, я вот эту сейчас часть вышиваю. Вот так должна выглядеть, но мне не очень это понравилось. Вот просто желтой ниткой. Как-то мне показалось это скучно, некрасиво. Я решила подобрать другую. У меня было два варианта. Сейчас я вам их оба покажу. Либо взять вот такую нитку, вот такой креник у меня есть. Нет этой штучки, сетчевинки. Я когда карпа вышивала своего золотого, то я этой ниткой там ему в чешуе вышивала. И когда я за этой ниткой полезла, у меня все эти креники отдельно лежат, я увидела вот такую нитку. Это DMC E135. Вот такой мультик колор. Это металлик мультик колор. И мне показалось, это будет уместней. Я взяла эту нить. И, по крайней мере, мне сейчас нравится, как выглядит. Это же гирлянда. И вот она так поблескивает, сверкает. По крайней мере, мне кажется, это намного лучше, чем просто обыкновенной ниткой хлопковой ниткой мулины желтого цвета. Мне кажется, так елочка будет выглядеть нарядней. Как бы немножечко я ей такого сверкающего блеска добавила. Как вам? Мне вот нравится. Да, ей, конечно, пришивать тяжеловато. Она махрится на концах. Сейчас покажу. Ну, вот я сейчас, я только новую вставила. Ну, вот, несколько стежков сделаешь. Она вот здесь вот расплетается. Металлик с нее сползает. Но ничего, почаще менять, не сильно длинную делать. Вот я одну нитку вот эту сделала, сейчас вот другую вставила. Я думаю, что будет все красиво. И в глаза так не кидается эта гирлянда, как вот на превью, да, как вот прям она, мне кажется, в глаза кидается. Не хотелось бы так. Хочется больше красоты елочки. С другой стороны, благородненько так поблескивает. Ну, ладно, буду продолжать дальше. Итак, три вечера. И у меня готова полностью первая сторона елочки. Сегодня у нас пятница, 5 августа. И вот полностью сторона готова. Вот эта гирлянда, которую я сделала, металлизированная мультикалором таким. И все бусины, весь бисер пришит. И сегодня, давайте вот так вот, наверное, на стену, елочка готова. Вот такая красотка. Вот так все это выглядит. Выпукло, объемненько. Такие шарики. И вот здесь вот бисер. Ну, вот смотрите, какая красота получилась. Мне очень нравится. Может быть, конечно, эта гирлянда не так бросается в глаза, как на превью, где просто бы желтым цветом. Но мне нравится. Я подумала, подумала и решила, что вторую сторону я, наверное, сделаю той желтой, не металлизированной нитью, просто чисто желтым цветом, который я вам показывала буквально вот в предыдущем кадре. Будет у меня две стороны разные. Захотела, так повернула. Захотела, развернула елочку. Там другая немножко будет гирлянда. Но остальное все будет, естественно, так же. Все по превью, по схеме вернее. Ну вот. Все. Теперь елочка пока откладывается. Ту сторону вторую отнесу. Опять на работу потихоньку вышивать. И так к зиме она у меня уже будет готова. Ну, а я перехожу наконец-то к маяку. На этой неделе еще пока его, ну, не на неделе, а на этих буднях, по-моему, еще не вышивала. Или вышивала только. А, да, один раз повышивала. 38-65 этим номером. И все. Красота. Не могу налюбоваться. Любуюсь, не налюбуюсь. Сегодня у нас суббота, шестое Аббата. Сегодня у Машуни, у нашей невестки день рождения. Орехов. Варь, ну а что не убрала-то? Клетку почистила. Мусорное ведро-то. Мусорное ведро не убрала. Опилки стоят. Я готовлю мясо по-кавказски. Рецепт взяла у Натальи Калниной на канале. Я у нее многие рецепты уже взяла. И мы уже так делали Паше на день рождения. Все понравилось очень. То есть берется мясо, режется на порционные кусочки. Солится перчиком, сыпется черным. Можно аджика еще сухой. С двух сторон обжаривается. Потом берется сотейник. У меня сотейника нет. Я все делаю вот в таком. Немножко подсолнечного масла на дно растительного. Лучок. Сейчас сюда выкладывается мясо. И сверху немножко обжаривается морковка с болгарским перчиком. У нас все свое. Это Маша давала. Морковка с ее огорода. Болгарский перчик вот такой большой. Мы сняли один. Это я буду отдельно рис варить. А вот. И сейчас все это закладывается и будет тушиться. Так. Все. Вот сейчас мы на лучок выкладываем вот это мяско. Ну, жижечка с него там набежала. Это понятно. Все это выкладываем. Ровненько разравниваем. И сейчас сверху сюда мы кладем поджаренную нашу морковку с болгарским перчиком. Мясо солится и перчится. Остальное все ничего не делается. Оно под естественным соком. Такое вкусное получается. Теперь это мы ставим на огонь. Пока ничего ничем не заливаем, не поливаем. Показать огонь? Немножко. Да. Ну, огонь небольшой. 7-6. Сейчас немножко, буквально минут 5 лучок прихватится. Когда лук... Вот мне хорошо. У меня стеклянное видно. Когда лук у нас станет прозрачным, тогда мы заливаем это все двумя кружками воды. Мясо примерно килограмм. У меня свиной окорок. Вот. Тогда мы зальем двумя кружками воды и будет это все у нас час тушиться. И через час открываем, сверху чеснокодавилкой выдавливаем несколько, 2-3 зубчика чеснока. Опять еще 15 минут тушим. И все. Ну, такая вкуснятина. Мясо получается мягкое, сочное, вкусное. В прошлый раз, на пашный день рождения, я делала гарнир картошечку круглую. Отварила и немножко зарумянила в духовке под грилем. В этот раз мы будем делать рис варить. Рис тоже с овощами смешанный. Мы все любим овощи. Поэтому пока лето, пока есть возможность, мы витаминизируемся. Все, дальше... А, ну, вот еще вчера я делала торт. Стряпала птичье молоко. Вот он, торт собственного приготовления стоит. Закрыта у меня тортница. Вот, торт будет у нас птичье молоко. Вон, суфле, все нормально. Схватилось, прихватилось. Немножечко тут шоколад рассыпался. Но это мы вытаскивали его из... Делали в другой форме. А потом, когда сюда перекладывать... Ой! На кухне жарко. Петька работает. Открыла сразу в холодильнике. Все запотело. Вот. Хотела сказать, арбуз дыни. А тут попа пробегала в это время. Я повернулась... Ой, Варя, вот тут вот. Смотрите, как запаковала коробку с конфетами. Все, давай. Причесаться еще надо. В общем, готовимся, готовимся. Тут полы мыли. Муж полы моет. Все в ожидании. Дети скоро приедут. Ура! Парень, неси подальше. Все хорошо. Точнись. Новая игра. А у нас новая игра. Ха-ха-ха. Красота. Тима, твой ход. Да, подавим. Давай. А как она называется? А, вот. Коробка от нее. Квертая ромашка есть. А, на 1800. Ну и тут строим производство. Жетик, зверь кинул, дверь взял. Ну, так вот. Чуги все демокси. Развлекаемся. Сегодня у нас уже воскресенье. Завтрак у нас проходит очень интересно. Потому что, ну, кроме стандартных блинов, у нас всегда по воскресеньям блины. Это как традиция. В субботу оладьи и воскресенье блины. Ну, вчера оладьи не было, потому что день рождения. Готовили с утра другое все. Торт. Вот показываю мой торт в разрезе. Торт птичьим молоком. Делаю я его сама. То есть, вот это полностью суфле. Ну, бисквит. Я, правда, раньше делала без бисквита. У меня торт состоял как конфеты. То есть, шоколадный низ, суфле и шоколадный верх. В этот раз решила добавить бисквит. Это такая как бы проба пера. Ну, вроде ничего. Я его тоже пропитала шоколадным таким сиропом. Сделала, сварила. Поэтому, вроде ничего. Ну, вот шоколад, конечно, так. Смотрится некрасиво. Шоколад, естественно, размазывается. Но вот дети уезжали. Половину, что было, им отдали с собой. И вот мы с мужем позавтракали. Так, ой, это мои таблетки попали в кадр. Ну, в общем, салатами сегодня утром позавтракали, что блины практически целые. И вот по кусочку торта нам осталось. И планирую, наверное, сегодня повышевать маяк. Потому что я его еще пока в августе только один раз взяла. Вот когда нить заменяла на 38-65, там сделала. 300 крестиков буквально одним цветом. И все. Смыслу даже показывать вам нету. Сегодня повышеваю и уже покажу ближе к вечеру. Ну, а вчера вечер прошел тоже весело. Опять играли в игры, в игру мы. Нет, в игры, правильно. Сначала мы играли в игру, которую подарили Маше вчера. А потом, после этого, играли в ту игру, которую подарили Паше две недели назад. Там с поездами. И Варя очень хотела в нее и поиграть. Вот эту, которую мы вчера подарили Маше, она сложновата для нее. Там 14+. И мы долго в нее играли. Мы прям пока раскладывали, пока подготавливались. Во-первых, там, конечно, игра была упакована. И все эти картонные, все карточки были заделаны. Пока мы все это разобрали, вышкребали все это, разложили. Пока правила прочитали, пока то да сё. Наверное, час мы только подготавливались. Потом мы пока начали, пока разогнались, пока поняли суть, да, в дело. На каждом шагу останавливались, смотрели по правилам, возвращались к правилам, что да как. Но к концу уже, ну, мы, в общем, наверное, в игру играли часа 3 или 4. Вот один круг мы прошли. Ну, пока кто-то не выиграл. И интересная очень игра, всем понравилась. Вот. С очень много красивыми дополнениями, нюансами. В общем, здорово. Но потом уже там, а Варя в это время гуляла, потому что игра сложная, она пошла гулять. Ну, а потом она уже созвонила. Мама, вы доиграли, мама, вы доиграли, она всё ждала вот эти поезда, которые мы, Паша, две недели назад дарили. Прибежала Варя, и мы ещё вот до 12 вчера, правда. Слава Богу, не до ночи, в 12 часов. Ну, пораньше чуть-чуть закончили, ещё чай попили, и дети уже в 12 от нас поехали ночи. В полночь поехали домой. В общем, хорошо посидели. Так что вот, видите, как-то опять невышивальные выходные практически. Ну, вот, как уже сказала, сегодня всё-таки планирую сейчас повышивать. Ну, вот, показываю вам маяк. Видите, вот этот уголок у меня... Так, наверное, не ножничками, сейчас пинцетом возьму. Вот этот уголок у меня, последний четвёртый угол закрыт. Остаётся мне всего 1216 крестиков. Если по процентам взять, то вышло 98,5%, то есть осталось у меня каких-то там полтора процента, и маяк будет завершён. Вот такая красавта получается. Тут прям буквально светлый тон. Как раз нить, которая у меня закончилась, и я заменила её нитью 38. Не заменила, а просто ДМС за ней заменила. Он как и был 38,65, так этот номер и остался. Просто у меня закончился раз Саши, я взяла ДМС или ДМС, кому как удобно. Ну вот, такая красота получается. Чуть-чуть-чуть совсем осталось. И сейчас я отставляю пока маяк. Действительно, утомляет вышивать одним цветом. И я хочу сейчас повышивать своих павлинов. В воскресенье, 7 часов вечера, и у нас гроза. Смотрите, с крыши как вода хлещет. Гром, молния сверкает. Ну вот, вроде сейчас начинает немножко приспокаиваться погода. Не знаю, надолго или нет. Варюшка гуляла на улице. Я только услышала первые раскаты грома, сразу позвонила. Говорю, Варвара, домой. Она говорит, мам, мы под горку спрятались. Дождик ещё не было, только гром начался. Я говорю, какая горка, железная горка. Говорю, что будет молния. Вы что, говорю, сама сошли. Нельзя под железной горкой сидеть. Бегом домой. Вот она успела, прибежала. Там первые капельки её захватили. И ливанула. Я говорю, а ты хотела, говорю, под горкой сидеть. Никакая бы горка от такого дождя бы не спасла. Теперь я переживаю за Диму. Он где-то едет от детей. Я ему позвонила, говорю, у нас тут гром, говорю, дождь. Сейчас ливанёт сильный. Ну, он начинался такой, не сильно. Он говорит, ну, тут тоже начинается. Я говорю, ой, как бы тебя не промочило, не прихватил этот гром с грозой. Ну, не знаю, удастся ему или нет доехать, не намокнув. Ну, навряд ли. Потому что, по-моему, ничего не собирается, успокаивается. А он ещё где-то в пути. Да. Хотя так хорошо было. Вот Варя гуляла 26 градусов. Вчера было 27. Тепло-тепло. Но вот такая, ну, может быть, хорошо. Всё смочит и будет свежестью пахнуть. А я вышиваю павлинов. Пойду вышивать дальше. Воскресенье подошло к концу. Уже вечер, 11 часов. Сейчас мы пойдём укладываться спать. И вот я вам показываю своего павлина. Я сегодня довышивала крылышко вот этой курочки павы. Вот так сейчас выглядит она. И на этом воскресенье закончилось. Начинается завтра новая рабочая неделя. Не знаю, насколько у меня будет времени вышивать. И в течение будней, как у меня будут продвигаться мои процессы. Но вчера был не вышивальный день. А сегодняшним днём я довольна. То есть я сделала почти 400 крестиков на маяке. И плюс около 300 крестиков. Ну, 250 это точно. Вот на этом крылышке. Всё. Пойду теперь отдыхать. Среда. Я иду домой с работы. Захотела на нашу почту. Вот. Мне пришла посылочка. Я заказывала станок. Такой держатель для пяльц, для рам, для кустнапов. Чтобы вышивать. Вот, допустим, сейчас маяк закончу. Буду тёплое местечко вышивать. Оно у меня на кустнапах. А мне его приходится одной рукой держать, как пяльц, одной вышивать. Мне его некуда примастить, эти кустнапы. И я заказала в группе ВКонтакте. Увидела такой держатель, станок. Он диванный. Его можно, в принципе, и на стол вставить. Фотографию вам сейчас рекламную вставлю сюда. Потому что я его сейчас собирать пока не буду. Вот сейчас маяком разделаюсь. Ой, наверное, ветер тут. У нас, в принципе, жарко. 27-28. Но такой ветерок уже. Эта неделя, наверное, ещё следующая, сказали. И последняя будет тепло. А потом всё. Потом уже 18-19 градусов. Осень вступит в свои права. Как раз 22-го числа мне в отпуск. И с 22-го, наверное, начнётся уже похолодание. Всё, иду домой. Мне ещё сегодня... Сейчас приду, чуть-чуть отдохну. И заварив в художественную школу идти. К 8-ми часам забирать её. Вечер четверга. Сегодня у нас 11 августа. После работы. И вот я вам показываю, что у меня тут остаётся на маяке. Остаётся у меня всего 626 крестиков. Ну, давай, фокусируйся. В общем, нам главное вот этот уголок. Вот здесь вот остаётся мне всего вышить 626 крестиков. А я сейчас вышиваю вот этим цветом. Вот тут мне ещё осталось сюда вытянуть его. И вот тут вот дырочку закрыть. Это тот цвет, который я добавляю одну ниточку сверху полукрестиком. Иначе оно было бы не голубое, а сильно-сильно бы светлое, белое. И мало чем бы отличалось вот от этого цвета. 38-65. Поэтому здесь я делаю сверху ещё в одну ниточку полукрест. Так, фокусируйся. Ну вот, сфокусировался вроде. Вот. Поэтому сейчас я этим цветом ещё вот мне надо ну вот так дальше продолжать. И вот сюда это дело вывести. И вот здесь вот закрыть. И останется у меня вот на протяжении вот этой всей части только вот этот 38-65. Один белый цвет. И работа будет закончена. Всего 626 крестиков. Я надеюсь, что на этой неделе финиш мы с вами увидим. Завтра пятница. И впереди суббота-воскресенье. Может быть даже в субботу. Ну, если не получится воскресенье, мы увидим финиш. Вот сейчас явственно чувствуется, что вот это лес, деревья в дымке стоят. Потому что здесь будет всё светлее и светлее. Поэтому вот эти вот как раз пики как бы деревьев, которые там вдалеке из тумана, мне кажется, они сейчас явственно читаются. Всё. На сегодня всё. Я уже не буду вам показывать, как тут вот заполняется. Ну, понятно, что практически сейчас вот немножко ещё этим цветом и всё остальное белым. Ну, не белым, а 38-65. Ну, таким молочным, да. И конец будет работы. Так что... Так, сейчас чуть-чуть отодвину. Вот так сейчас выглядит мой маяк. Финишная, финишная, прямая. Сейчас сага показывает мне вышито 99,2%. То есть осталось 0 целых, то есть меньше одного процента. 0,8%. Чётко вот сейчас дерево вот это в лучах рассвета. Да, маяк на рассвете. У Dimensions называется этот сюжет. Я думаю, что так он называется и в оригинале у художника. Поэтому это не закат, это рассвет. Оттуда солнце пробивается вот сквозь облака и подсвечивает дерево, верхушку маяка. Ну, а внизу там, как мы помним, дом смотрителя маяка, клумбы, лестница, дорожка к этому дому. Ну, скоро-скоро мы с вами это увидим. Закончим, размотаем и увидим всю красоту. Всё, встретимся в следующем кадре. Пятница. Пришла домой около дома. Эх, улетели. Вот этот такой взрослый, матёрый, парит высоко. Ну, что такое? Вот он. А тут летали два молодых, видимо. Я не поняла, то ли молодой и постарше учились, вот они опять. В общем, они так играют друг к другу, переигрываются. Тот как парил, так и парит. А эти два молодежь друг за дружкой играют, летают. Интересно так. Вот они, видите? То разбегутся, то вместе опять. А может, два молодых, а это кто-то там их не... Мама за ними наблюдает. Там плавно так всё. Но эти два бесятся. Ну, приближаю, и тогда фокус теряется. Вот они так друг за дружкой. То один, то другой. Ой, ладно. Хорошо у нас. У нас всё неделя 28. Варюшка гуляет, там на детской площадке. Где-то бегает. Голубом должна быть. Вот она полезла куда-то. Вниз спускается с подружкой. Ну, уже с воскресенья у нас уже обещают похолодание. Так что уже 28 не будет. А так всю неделю 28-29. Тоже уже жара, это надоело. Слушайте, ждём, ждём лето. Холодно, говорим, как быстрее бы тепло, быстрее бы тепло. Тепло пришло. Неделя духоты, даже вторая уже. И всё, и хочется быстрее, уже попрохладнее. Ладно, пошла домой. Спрятался? Кто тут спрятался? Чей хвост сейчас поймаю? Чей я хвост сейчас поймаю? Это хитрюха. А? Вот это хитрюха. Это суббота. Вот это вот хитрюха. Спряталась, понимаешь? А? Кто тут спрятался? Чё такое? Чё такое? Спряталась, да? И вылазить не хочешь? А я чей-то вижу глаз. А вот чей-то вижу хвост. Эй, чей-то. Чей там хвост? М? А чей там нос? А чей там хвост? А чей там нос? Влазь? Ну и сиди там. Ну и сиди. Так, не знаю, сказала или не сказала. Сегодня суббота. Планирую сегодня, завтра закончить, финишировать. Маяк. Покажу. И тогда уже буду заканчивать эти будни. И буду тогда заканчивать эти будни. Эти-ти-ти-ти. Эти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-та-та-та. Ой, ладно. Вот. Смотрю тут с утра Шерлока Холмса. Дима, как всегда, уже уехал детям. Варвара. Варвара ещё спит. А мы пойдём завтракать с Алисой. Не, Алиса-то, конечно, уже налопалась. Уже налопалась. кто тут собрался выходить леопольд выходи выходи и подлый трус выходи подлый трус так а еще я вам хочу сказать показать мои книжные шкафы все все полки встали на место так шумновато наверное тут стиральная машина работает варвара там еще уборку делает на столе попросила ну вот книжные шкафы собраны и через недельку я пойду в отпуск и буду расставлять книги наводить весь порядок естественно чего нет это вот на шкафах будут стеклянные дверцы пока их нет мы еще не заказали вот и вот тут посередине два отделения дуют тоже под под дверками вот они муж еще их не прикрутил но еще надо вот эти все пометки вот видите маркером это так с производства нам привезли пометки вот надо их еще отмыть и в принципе вот через неделю как раз мне будет чем заняться в отпуске это приводить этот шкаф отмывать и уже расставлять все книги в порядок еще у нас появился вот там шкаф так там тоже шарлоком сидят и на сейчас громко будет вот этот шкаф у нас подобных появился тоже еще он там не до конца сделан одной полкин еще надо одну полку вот сюда теперь тут у меня есть обувной шкаф он прям как раз под дверь входную и с обоими тут хорошо сочетается это я сейчас убиралась поэтому вот все вот такая красота завтрак готов пошли мы завтракать и вот работа закончена все мои крестики закрыты правда тут светлые крестики плохо видно но финиш случился я там когда пыталась вам сейчас заснять кадры как я вышиваю последние крестики достала как раз свой блокнотик вот он он маяк по авторской схемы от алены мещановой начала его 21 мая 18 году на хардангере двадцатом каунте мне не понравилось у меня очень толкались крестики плохо ложились и я сделала перезагрузку и дубль два начала у меня было представляете 17 августа сегодня 13 августа еще буквально бы четыре дня и было бы ровно четыре года как я начала маяк четыре года назад но я увидите вы почти вот тут вот не вышивала в июне 2019 отложила и только потом в марте взяла то есть я его не вышивала 9 месяцев но это не важно важно что он финишировал он подошел к концу но сегодня уже темно не очень свет поэтому завтра я его сниму с рамы завтра мы с вами развернем полюбуемся на нем на него во всей красе и он пойдет стираться ура ура утро воскресенье вот она моя чудичка юдичка тут а лисонька мурысенька тебе сразу грызться надо да без этого никак лежала же хорошо ты лежала же ты хорошо вот и лежи дальше да лежит так дальше а мы пойдем покажем девочкам наш маяк он живет за кошки хорошо вот у нее хорошая жизнь до лис здесь хорошая у тебя расслабленная хорошая ой хорошая пойдем покажем маяк надо его размотать показать и отправить его в стирку да да что ты нам одним глазом подмигиваешь спасибо 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 Анне Сергеевне а которая прислала нам Алисе на вкусняшки что было сразу выполнено после работы я пошла и купила ей вкусняшки да и она с удовольствием их слопала а как можно было по другому нельзя коль написано Алисе на вкусняшки значит Алисе на вкусняшки спасибо вам большое еще раз все Алиса навалялась пора всем вставать муж уже уехал только что позавтракал Варвара тоже проснулась лежит там прибегала зуб у нее шатается мама говорит вырвай мне зуб пойдем рвать зуб Варя пойдем ну что пришло нам время снять со станка эту работу раскатать ее размотать и увидеть ее полностью причем я уже срезала нити которые была боковая натяжка спицы уже вытащила у меня тут были спицы вставлены ну как бы немножко уже упростила я себе работу так сейчас мы разматываем барашки снимаем снимаем клипсы наблюдателя видите наблюдатель сидит контролирует как же без наблюдателя так размотала так штатив просто палец этот болит поэтому не могу сильно им ура пошло дело оп 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 и оп так убираем станок и немножко скручено разматываем вот такая красота мой моя анаграмма у меня как раз я в восемнадцатом году начала впервые это делать у меня это не на всех работах которые мной вышиты ранее у меня это только вот как раз маяк начинался до сюда я дошла сделала у меня моя буква о ну у меня и фамилия на о и именно о поэтому вот одна о у меня такая же о на моих волках первый снег работает у меня такая же о на золотом карпе вот это три такие крупные работы которые закончены уже и в них на них есть моя анаграмма так ну что я думаю наверное хорошо видно масштабы работы вот обеденный стол так наверное сейчас чуть-чуть так сделаю вот ну сколько тут сейчас я вам скажу параметры по-моему я уже говорила секунду надо что-то тут мне вот подложить держать чтобы так давайте смотрим с вами по длинной стороне сорок четыре с половиной ну почти сорок пять чуть-чуть побольше там ну и подсядет еще когда постирается и по короткой ровно тридцать шесть тридцать шесть на почти на сорок пять там сорок четыре и восемь вот такие размеры у этой работы ну что будни надо заканчивать на место маяка придет другая а хотела павлина еще немножко показать тогда в последних кадрах на место маяка я сейчас возьму всего скорее теплое местечко потому что оно самое из таких больших работ ближайшее к завершению там пятьдесят пять процентов уже вышито ну что сейчас павлина покажу и будем с вами прощаться до следующего видео алиса смотрит ничего понять не может чего я туда-сюда хожу так наверное сейчас давайте маяк тогда я уберу так уберу вот эти магнитики мусор и маяк пойдет у нас стираться а ну кто-то может быть хочет изнанку посмотреть вот такая закончилось у меня место на телефоне мне пришлось прервать видео ну что вот такая у меня изнанка так как это многоцветка то конечно она далеко от идеальной но я вообще идеально изнанка не вышиваю вот видите протяжки какие я себе позволяю но но все равно все читаемо все угадываемо силуэты маяка все видно весь сюжет весь пейзаж ну что все теперь точно уже маяк убираем откладываем в сторонку все показываю вам павлина что тут у меня еще немножко навышивалась вот начала я тут тельце павы видите вот так она будет до сюда идти тут еще будет дальше хвост продолжаться тоже такой в зеленых тонах ну там наверное пальца придется переставлять сейчас пока вот это вот выше тельце хвост уже надо будет переставлять и тут наверное я начну беседка там идет полукрестом тоже наверно начну прежде чем переставить пяльцы будь будь здорово ну что на этом все на этой прям радостной ноте я эти будни завершаю еще елочка была вы видели но елочки сейчас нет потому что я ее унесла обратно на работу вышиваться на этом всем пока пока и встретимся в моих следующих видео